Позитивная новость у нас одна. Мы все еще живы, и путинской шайке не удается нас уничтожить. Они очень этого хотят. Для этого все это ковидобесие. Для этого вредные рекомендации, нарушающие наше здоровье маски, перчатки, сидячий домашний режим, закрытие всех заведений, не только вредоносных, увеселительных, там по QR-коду можно тусить сколько угодно, закрывают театры, кинотеатры, запрещены конференции. У нас из-за этого сорвана конференция издателей и авторов монархической литературы, которую мы собирались провести в середине декабря. Теперь все это как минимум переносится на вторую половину января. А там наверняка мэр Собакин придумает что-нибудь еще и снова продлит все это. Курс на открытый геноцид совершенно очевиден. Кому это непонятно, тот прославляет начальство. А может и не прославляет, плюется, но все равно ходит в маске и живет, как писал Салтыков Щедрин, применительно к подлости. И эта подлость, естественно, сказывается на благосостоянии. Вся в целом политика путинщины полностью провальная. Ни по одному направлению нет никаких ровным счетом успехов и быть не может. Есть только картинки, которые они показывают. Веселые картинки современного русского быта, который в реальности не существует, но организуется в виде такого воображения, в виде симулякров, в виде разного рода, как я говорю, веселых картинок. Вот одна из веселых картинок – это участие путинских миротворцев якобы в примирении между Азербайджаном и Арменией. Никакого примирения там нет и не предвидится. Там есть интересы Турции. Турция вошла, можно сказать, в Лезлах по локоть своими грязными руками в Закавказье и будет захватывать эту территорию, будет захватывать через Азербайджан. Несомненно, что Армения – это первая жертва. Несомненно, что турецкие военнослужащие будут введены на территорию Нагорного Карабаха, на захваченной Азербайджаном территории. Несомненно, что Россия будет выдавлена. Ну, собственно, это началось уже давно. Сдача Аджарии, если помните, в 2004 году сепаратистской Грузии, режиму Саакашвили. Я лично присутствовал при моменте, когда Аджария могла сопротивляться поглощению Грузии. Но министр Иванов, в кавычках, выполняя приказания Путина, фактически шантажировал руководство президента Аджарии. Аджарии, несмотря на то, что у России там по международным договорам были все права на военное присутствие, у Аджарии были все права на собственное законодательство, собственную власть, собственные земельные отношения, собственные границы. Все это растоптано, все это было отнято, и самостоятельность Аджарии была ликвидирована. Только потому, что это было выгодно Путину. Он налаживал какие-то отношения с Западом, а для этого ему нужно было показать, что с Грузией тоже все в порядке. В данном случае столь же, такая же мотивировка, абсолютно такая же подростковая, я бы сказал. Вот они с Пашиняном не то чтобы поссорились, но как-то вот не понравились друг другу. Результат – месть Путина, массовая гибель людей, нарушение договора о коллективной безопасности, предательство Армении. Ну, предательство, в общем-то, оно просто пропитывает весь путинский режим. Это и есть предательство. Все, кто этому режиму способствует, ему служат, есть предатели. Полицаи. Не важно, полицаи ты на службе в полиции или полицаи на какой-нибудь другой службе, ты все равно полицаи. Также продолжается катастрофа, которая, в общем-то, все время сопровождала режим Путина во внешней политике. Условно пророссийский додон проиграл какой-то такой же, в кавычках, додонше, только прозападный. Все то, чего касается Путин, все это превращается в противоположность. В Молдавии есть альтернатива, пусть она нам не нравится, она антироссийская. Тем не менее, альтернатива есть и политика есть. Есть за что бороться, есть момент приложения сил для гражданского самосознания, для гражданского поведения, для гражданской активности. Люди ходят на выборы, различные мотивы у них складываются в результате анализа деятельности тех или иных политиков. Там есть политика, значит, есть и государство. У нас нет политики, нет государства, поэтому провал будет на всех направлениях. Граждане ни в чем не участвуют, хотя и имитируются какие-то там выборы, какие-то там активные гражданины в Москве. У нас не может быть никакого гражданина, потому что нет государства и власть абсолютно самозванная. Самозванец Собянин начинает там стимулировать активность граждан. Да пошел он куда подальше, ни в чем не участвовать. Нормальная человеческая реакция на всю эту собаковщину не участвовать. Путинщину не участвовать. В Молдавии то, что произошло, в принципе, естественно, если бы это была политика, по-другому скажем, в Молдавии, с медвласти прошла бы по причине той же самой Путинщины, потому что никаких пророссийских сил, а такие силы за рубежом могут быть только русскими, никогда не поддерживалось. И то же самое нас ждет в Белоруссии. То есть все в Молдавии отвалилось, Украина, понятно, в отношении войны. Белоруссия отвалится обязательно, потому что Лукашенко превратился во второго Путина. Раньше у него были какие-то позитивные черты в его режиме, сейчас их нет. Это ровно то же самое. Такой же полицейский, живодерский режим сложился. Очень быстренько поехал, проконсультировался Лукашенко с Путиным и стал делать ровно то же самое, что делается у нас. Политические репрессии, ликвидация, фактическая ликвидация государства. Его нет, но все-таки позитивные силы рано или поздно возьмут. Но альтернатива все равно существует, она была видна, Тихановская или какие-то другие. Будут поддержаны Западом, и переворот в сторону западной политики произойдет. Будет очередной антироссийский переворот. Это заложено в Путинщину. Все антироссийское, все антируссийское. Ну, коль скоро власть в России антирусская, антироссийская, антигосударственная, самозванная, то вокруг весь периметр будет складываться антироссийский. Обязательно, потому что если кто-то хочет сохранить государство, то он в альтернативу будет выдвигать анти-РФовскую политику. Россия это Россия, а РФ это не Россия. Но заодно будет и будут целиться в РФ, в Путина, а попадать будут все равно в нас. Поэтому наша задача этот режим ликвидировать, восстановить государство, восстановить законность, восстановить законную власть. Все беззаконно, абсолютно. И конституция, вообще непонятно теперь, что есть конституция. Наляпали туда каких-то поправок, которые беззаконно были туда внесены. И сама конституция беззаконна, она не была принята. Никаких референдумов, никаких обсуждений, даже толком не было. Поправки там быстренько состряпали, три проходимца, назначенные Путиным, и быстренько их внесли. Якобы люди голосовали, не было никакого голосования. То есть у нас сейчас, в общем-то, складывается такая ситуация, что и хотелось бы избавиться от этого режима, но скорее всего придется ждать. Придется ждать, потому что люди привыкли уже к тому, что активность, любая гражданская активность наказывается. То есть мы сами по себе, они там, сами по себе. Кто-то там в Думе сидит, мы вообще даже не знаем. Вы своего депутата знаете? Думского, областного, местного. На 100% не знаете. Ну, на 100, может, не на 100. Но 90% не знают. Я вот, честно скажу, не знаю даже, кто там депутат от моего округа в Думе сидит, тем более местных. Ни одного не знаю, вообще никого. Не знаю ни одного депутата, не знаю ни одного представителя, хотя я вроде бы так политически активный человек. Ну и не пытаюсь, честно говоря, узнать, потому что люди это абсолютно бесполезные. Они и являются народными представителями, кто-то там случайно, может быть, попал приличный человек, но мы не знаем ни одного. Поэтому они сами по себе, мы сами по себе. Нам остается только ждать, когда этот режим сам издохнет. Издохнет он только вместе с Путиным. Вперед ногами вынесут, вот другого варианта нет. Ну, понятно, что у него там Альцгеймер какие-то еще, болячки там, проказа, смягченная современными лекарствами. Всякие штучки. Ну, до 2024 года он однозначно будет тянуть. А потом, скорее всего, вот специально эти так называемые поправки в Конституцию подготовлено, чтобы он стал вечным и неприкосновенным сенатором, может, главой Совета Федерации. И будет его назначение, который будет под его дудку плясать. Нам еще придется ждать и так далее. То есть пока нет нашей активности, которая не имеет вообще никакого отношения ни к выборам, ни к их деятельности, не имеет никакой задачи взаимодействовать с этой властью. Мы должны сами между собой консолидироваться, собраться и построить внутри себя сначала то государство, которое мы хотим. И отношения, соответствующие между собой, завести такие, какие мы хотим иметь внутри нашего государства. А их государство вымрет. Они друг друга перегрызут. И они погибнут однозначно. Все социальные связи с ними надо разорвать. Ни на что не надеяться. Никогда не будет никакого взаимодействия с ними. Им вообще на нас наплевать. Поэтому не надо там петиций. Конечно, можно подписывать, просто проявляя хотя бы некую поддержку тем, кто шевелится еще. Но это все бесполезно. Они антисемейный закон собрались ввести и введут обязательно. Потому что все, что они делают, они-то нам объявляют, что это на пользу, все будет во вред. Любое их движение во вред нам. Поэтому любое наше движение должно быть во вред им. Ни в коем случае, ни в коем разе не поддерживать этот режим. Никакими способами. Даже переписка с ним не имеет смысла. Я бы даже сказал, что даже критика уже стала бессмысленной. Критика просто попытка между собой нам договориться, что мы с этим режимом ничего общего не имеем. Поэтому мы критикуем, ненавидим этот режим. Иногда переходим грани, начинаем ненормативную лексику использовать в отношении этого режима. Я считаю, что это нормально в том смысле, что этот режим для нас неприемлем. Главное нам найти формы общения между собой. Не надо нам друг другу писать матерные излияния по поводу этой власти. Это дело абсолютно бессмысленное. Давайте между собой общаться на чистом русском языке, которым они не владеют. Это наш язык. Это русскоязычные россияне. Пусть они сами разбираются, на каком суржике они будут разговаривать нам с ними. Разговаривать не о чем. Далой преступную власть. Слава Руси. Господи, спаси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова